За перевод денег по номеру телефона начали брать комиссию За перевод денег по номеру телефона начали брать комиссию 4.51 января 2020 года РИА Новости Наталья Селиверстова, Банкомат РИА Новости, Наталья Селиверстова Москва, 1 Янфрия Новости Банк России с 1 января станет за использование системы быстрых платежей, СБП, взимать плату с банков В зависимости от суммы клиентской операции они будут перечислять СБ как ее оператору от 5 копеек до 3 рублей СБП запустили в конце января 2019 года, и сейчас в ней свыше 30 участников С ее помощью россияне имеют возможность переводить деньги друг к другу по номеру телефона Вне зависимости от того, в каком банке открыты счеты от правителя и получателя А также платить за товары и услуги с использованием QR-кода 25 июня 2019 года, 10.28 Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые Кредитные организации, опрошенные РИА Новости, пояснили, что введение тарифов дополнительной нагрузки для них не создаст Нулевые комиссии, тем не менее, непосредственно для своих клиентов готовы оставить только несколько крупнейших игроков По мнению участников системы, введение тарифов со стороны Центробанка существенного влияния на их бизнес не окажет, так как об этом решении было заранее известно и расходы учтены в корпоративном бюджете Платежное поведение клиентов, в свою очередь, будет изменяться по мере того, как новые игроки станут взимать комиссии за выполнение операции в рамках системы Согласно последним данным Национальной системы платежных карт, НСПК, расчет на клирингового центра СБП, количество пользователей СБП превысило 1,3 миллиона Всего с момента запуска системы было совершено более 5,5 миллиона операций на сумму свыше 48 миллиардов рублей 13 декабря 2019 года, 9.24 Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами На 2019 год СБ установил льготный период для банков и не взимал с них комиссии Тем не менее, ряд игроков Почта Банк, Райфайзенбанк, Уральский СКБ Банк и Калужский Газэнергобанк, а также Банк Нейва ввели-ввели для части клиентов комиссии уже в год запуска системы В 2020 году этот список дополнит ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк и Русский Стандарт Кроме того, введение комиссии допускают Банк Финнам, электронный кошелек Элплат, Банк Авангард Вопрос изучает Промсвисбанк О намерении сохранить нулевую комиссию для клиентов заявили такие организации, как Тиньков Банк, Банк Открытия, Совкомбанк, Ракетбанк, Рынкоплатежный центр оператор платежной системы «Золотая корона», Киви Банк для пополнения карт рассрочки «Совесть», Банк Левобережный для некоторых клиентов Росбанк сохранит нулевую комиссию за переводы через СБП до 1 февраля Сбербанк России, крупнейшая в стране кредитная организация, пока не присоединился к СБП, несмотря на обязательное участие в несистемно значимых банках За несвоевременное подключение он уже получил несколько штрафов Частично подключиться к СБП Банк может к концу марта, 30 декабря 2019 года, 13.20 что изменится в России 1 января 2020 года Продолжение следует...